Меня зовут Владимир, вы на моем канале. И сегодня у нас путешествие выходного дня Лепая. Я вам покажу замечательный город Лепая. Конечно же, это будет мой взгляд. Город очень креативный, очень интересный. Это город для отдыха. Город выходного дня, это вполне про Лепую. Есть на что посмотреть. Например, интересна архитектура. Архитектура церковная, назовем ее так. Мне показалось, это очень интересно. Это не первый и не последний ролик про Лепую. Это сегодняшний взгляд, сегодняшняя выходная версия. Ну а сейчас реклама самой позитивной страны Евросоюза. Латвия. Гломская базилика, если кто не знает, если кто не из Латвии. Биллс Рудницкий замок. Это то, что элемент моей гордости. Наша кухня, конечно же. Напитки. Ну и лучшая строительная компания в Латвии. Компания Бригада Один. Спонсор творожек, собственно говоря. Так, поехали. Движемся в Лепую. Лепая это город Лип. Смотрите, слева и справа это Липы. Это действительно приехать сюда в период цветения Липы. Вау, это очень прикольно. Это все пахнет, это все цветет, и это все круто. Отель Лива. Очень рекомендую. Почему? Он большой. Там, скорее всего, будет для вас место. Я всегда приезжаю в Липу и остаюсь здесь. Порядка 10 раз я уже здесь был и по работе, и на отдыхе. И мы традиционно выбираем Ливу. Ну, рекомендую вам. Смотрите. Ресепшн. Все мило, приятно, хорошо. На ресепшн я всегда буду студенточки встречать. Видимо, здесь есть какие-то колледжи, они тут подрабатывают. Все мило, на позитиве. Все приятно, очень приятно. Сделаны совершенно шикарные ремонты. Я был здесь на конференции, в конференц-зале. Я вам скажу, вообще отделка от Санмарка. Просто закачаешься. А так это среднее... Ну, отельчик Пушечка, надо сказать, для своей цены. Зимой он стоит где-то в районе 40 евро на 5 человек, да? А сейчас 85 вместе с завтраком. Состояние неушатанное, все чики-пики, все чистенько, красивенько. Ну, это чтобы я не забывал, напомнил об отеле. Надо хорошие места благодарить и рекомендовать. Именно от души, не за деньги, да? Итак, мы вселяемся в наш номерок. Скажу сразу, это номер не стандарт. Это семейный люкс. Для люкса выглядит смешно, но отель трехзвездовой категории. Смотрим, что у нас за санузел. О, и санузел у нас джакузи. Ну, не джакузи, а ванна, что очень хорошо. Причем такая, как я могу шампионское даже выпить. Ну, и стандартный номерочек. Комнатка. Вид на город просто потрясающий, потому что у нас это фактически панорамное стекление на центр города. Небольшая плазмочка. И шкафчик такой. Ну, как номер, нравится? А где же номер? Тебе понравился номер? Да. Так, из прикола, значит, Гриффин. Это хороший, между прочим, чай, но чая маловато. Хотя у нас три звезды, для трех звезд это нормально. Четырехзвездочный. Четырехзвездочный он? Да. Нет, он трехзвездочный. Это точно. А, да. Нет, три с половиной. Она звезда, она так закрашена, интересно, видишь? То есть, если смотрим сюда, он как бы четыре, она закрашена. Три с половиной. Трехзвездочный отелик. Курить в номерах нельзя. Ну, чтобы вы понимали, что такой номер стоит 80 евро, а номер стандарт 40 евро стоит. Нам все-таки пять человек, и я определяю так, 15 евро на человека, это комфортная цена с завтраком. Очень комфортно. Мы вечером решили прогуляться, по городу. Чем-либо интересен, он находится ровно по центру. Это и променад, и старый город. Все в хорошей, удобной, шаговой доступности. Вечереет, и мы заселились спокойно, и что у нас есть кое-какое место. Сезон, кстати, это может быть роскошью. Вот, и сейчас мы гуляем. Архитектура, чем интересно, обратите внимание, это Петровские строения, то есть Петр Первый строил вот это, и они его реставрировали, и сделали лофтовую версию. Выглядит бомба. Просто смотрите, стекло со старым Петровским кирпичом и бетон. Ну, я не знаю, круто. Это уже по Европе встречается. Там, где была гандзейская архитектура, то есть архитектура с кирпича, они есть, но в Латвии это только в Лепые. Если вы любители архитектуры, здесь можно до двух дней провести, изучая строение. Они просто великолепны. То есть Петр Первый, когда строил Питер, он, соответственно, заскочил в Лепую, он постарался здесь. Коммунисты, конечно, кое-что уничтожили, нацисты тоже стараются не отставать, но, в общем, спешите в Лепую, но это еще можно посмотреть. Променад. Иногда здесь есть шикарный рост яхты, в этот раз нам не повезло. Это карта города, чтобы вы могли ориентироваться, где вы находитесь, куда вам пройти, чтобы посмотреть. Город, между прочим, немаленький. Разного рода инсталляции портовый. Не забывайте, что Лепая, это портовый город, который находится на западном побережье Балтийского моря. Он известен своими мега длинными пляжами. Я про их рассказал, их видели. Здесь много достопримечательностей. Ну, немного, но для такого города Петровская архитектура в старом исполнении, включая срубы. То есть не только кирпич, но дерево оригинальное с петровских времен. Его здесь много. Представляете, как была отделка дерева сделана, что сохранилось до сегодняшних дней. Растения очень интересные. Это безумно интересно, как в песке может это вырастать. А если вырастает, это все очень красиво выглядит. Это просто можно собирать, ставить в рамочку и везти себе домой, как сувенир. Все пляжи имеют подходы, кабинки, лавочки. Все интересно. Сбоку, видимо, молодежь открыла шампанское и годовщину свадьбы, например, приехала праздновать здесь. И закат. Закаты здесь примерно такие. Мы немного опоздали на него, но это широкая береговая полоска, огромный вид на море и багрово-розовые и закатики здесь. И они очень быстро происходят. На них надо поспешить. Проснулись мы, как обычно, отель Ливу. Просто покажу завтрак. У нас детские путешествия. Я вижу и знаю, что меня смотрят семейные пары и пары с детьми. Ребят, здесь можно позавтракать. Здесь хороший, скажем так, прибалтийский завтрак. То есть есть и фрукты и для веганов, и кофе-чай. И романтическая картинка. Это все здесь присутствует. Все очень красиво. Вид из окна. Смотрите, просто одних соков сколько, шесть видов, да? Включая свежевыжатых. Также всякие блинчики, которые здесь можно самому приготовить, да? Готовые там, ну, стандартные наборы. Если кто был в Балтии, он мне поймет, голодными вы не останетесь, а дети будут покушавшие, не чипсы. Теперь мы идем гулять. Мол, который уходит далеко-далеко в море. И он всем интересен. Я думаю, начинать, ну, по крайней мере, в этот раз мы начинали с того, что мы приехали сюда. Значит, по правую сторону и по левую сторону раскидываются, я считаю, живописные пляжи. И после того, как, извините, мы три часа в пути провели, надо размять ножки. Надо себе подготовить к этому городу. Не остановиться и сказать, что город унылый и серый, да? А немножко прогуляться, насладиться вот этими незамечательными пейзажами, чем, собственно говоря, мы и занимаемся. Идем по молу. Детям он понравится. Смотрите на Тимура. То есть, его было не согнать с этих штук. Уж не знаю, насколько они опасные и безопасные, но ему понравилось. Это также понравится инстаграмщицам. Здесь будут такие шикарные фотки, если вы приедете летом в хорошую погоду. Именно мол имею в виду. Вот. И нам он нужен был еще для того, чтобы оглядеться. То есть, мы зашли в море, посмотрели слева, справа. Рыбакам, кстати, тоже мол понравится. Здесь очень много рыбаков в период, когда там идет миграция разной рыбы. Сюда приезжают его ловить. Есть вот такой интересный пляж. Смотрите, насколько он мелок. То есть, в любую погоду в Латвии от 60 до 90 теплых дней в году надо их ловить, да? И вот здесь детям будет всегда жарко. То есть, по лодыжке, по коленам воды для ребенка. А также есть романтические виды. Они находятся по правую руку, если вы спиной клепые стоите. И мы сейчас по ним прогуляемся. Решили с них. Обусловлено это тем, что у нас разноплановые дети. И сейчас у нас есть дети 12 и 15 лет. И мы начали с правой стороны берега. Это путешествие выходного дня. Больше пляжное. Ловить последние лучики солнышка перед осенью. Смотрите, какие обрывы. Камера, да, пока это не показывает. Но вот Тимур пошел вниз. Смотрите, насколько высокий обрыв. Конечно, не Португалия. Ну, интересно. То есть, вдвоем, парочкам очень рекомендую брать вот эту правую сторону, посидеть вот так вот на обрывчике свежься в ножки. А счет пожарить шашлычок не уверен, но, думаю, вполне возможно. очень красивые места, но, обратите внимание, они немноголюдные. То есть, если вы отъедете километр или два, буквально чуть дальше, вы можете чуть ли не голышом плавать в этом море. Это будет именно ваш пляж, и вокруг вас не будет никого, просто дикая, красивая природа. Собственно говоря, этим и занимаются многие парочки. Едут сюда, удаляются, уединяются, потому что здесь живописнее, чем в остальной части Латвии, скажем так, и немноголюдно. То есть, это вот мы практически в Чертегорд. Ну что ж, романтикой мы насладились, и едем вот по таким джунглям. Это бывшие военные части, их здесь было очень много, сейчас все зарождено, военные дороги, по которым перемещались раньше военные. А сейчас мы ищем заброшенные достопримечательности, и поскольку у нас времени много, и с нами нету Лепенского вида, самостоятельно мы нашли северные форты. Их очень легко найти, они везде есть в инстаграме, в фейсбуке, еще где-то, и все прямо считают нужным сюда приехать. Поскольку у нас подростковые дети, и полазить по заброшке это наша тема. Теперь наша тема. Маленькой 3 года ей, конечно, было жутко во всем этом, но молодежь не остановить. Опасны ли они? Мне показалось, что нет, не травма, опасны ли. Но любая заброшка, конечно же, она опасна. Здесь раньше располагались орудия для обороны города, всевозможные туннели для переноса взрывоопасных веществ, цоты, пулеметные, пушечные, всевозможные комнаты для хранения боеприпасов. Сейчас они в таком интересном состоянии, то есть мы зашли сюда в жару, все запотело, то есть стен капала вода, потому что у него было холодно, жара. Вот здесь орудие располагалось рамешанка, защищенное со всех сторон. В низшем были мореприпасы, и она защищала город от падения. Очень внутри влажно было летом, в жару, да, сталактиты, которые капают, водичка со стен, но встряхнуться с дороги нам просто было необходимо для того, чтобы мы на отдыхе, мы хотим сделать рестарт своего мозга, получить те эмоции, которые они уже получили в своем городе. Мы проехали из Риги, напомню, три часа в дороге, и сейчас нам все становится веселее и интереснее. Дети уже со старта оценили, что мы приехали не зря. Смотрите, какая жизнь, какая создадка на море. форта были взорваны, взорваны были своими же. Получилась какая-то нелепость, то есть был приказ отходить, советские войска взорвали их, и через час поступил приказ вернуться за Юти-барон. Что-то вот в этом роде. Поэтому они не принимали участие в войне, а были взорваны отступавшими войсками. Сейчас это, конечно, инстаграмная тема. Да, сейчас здесь очень много девочек и мальчиков, подростков, которые здесь просто проводят время, фотографируются вот при такой инсталляции. Очень много ребят, которые любят граффити, мне эти граффити сейчас вы увидите очень зачетные, вполне такие достойные творения. Кое-что отснял чуть позже. А сейчас гуляем по фортам. Ну, надо сказать, это эмоция, да? То есть ты приезжаешь за позитивными эмоциями и сначала, мол, теперь вот эта вот заброшка, то есть вау, что это, как это? И люди приходят сюда толпами и, надо сказать, с удовольствием их посещают. Есть топ для сопримечательностей, Лепой смешно, наверное, будет. Вот, кстати, это инстаграмная вещь, то есть парень делает супер граффити, смотрите, как красиво сделали, и оставляет, ну, как свою рекламу на этом форте. Итак, топ десятка достопримечательностей Лепой, как ни странно, это заброшки и тюрьма. Вот, хотите, верьте, хотите, сами проверьте. для молодежи это креатив. То есть, если ты молодежи скажешь, что там есть такой город, посмотрите, какая красота, какая прелесть. Реально красивая работа. Но скажите, что граффити, это плохо. За такую граффити еще доплачивать надо. Мы решили вот даже здесь и остаться. Напоминаю молодежь. Молодежи здесь фоткаться, загорать и купаться самое то. Это реально пляж. Очень интересный пляж. Я не знаю, в мире таких пляжей, как этот. И я обратил внимание, что именно молодые предпочитают вот эти места. Грязи никакой я не убил там. В одной бутылке все горят еще чего-то. Все культурно, все приятно, все можно остаться с детьми. И здесь можно пофилософствовать. Смотрите, как вода камень точит. Это стена части форта. Красивая инсталляция. Природа сделала такую художественную работу. Ну, не знаю, прикольно. То есть здесь есть камешки. Не каменистый пляж, но здесь песок с камнями. И мы как бы здесь набрали коллекцию камней. То есть если проедем дальше, то в Паланге, в Ниде это будет совершенно другой камень, если кто собирает камни. А в Лепе другие камни. И в Риге, и в Юрмале будут другие камни. Мы путешествуем везде и везде берем на память камни для своего сада камней. Эти восторги. Море и дети это всегда позитив. Море теплое. Как я говорил, порядка 90 дней в году в Латвии вполне вот такая погода. в Латвии Продолжение следует...